ТОП 10 самых влиятельных и жестоких ОПК 90-х. Времена имеют свои названия. 90-е годы и 20 века в России зовут лихими минус из-за невиданного разгула преступности после распада Советского Союза. Криминальные группировки управляли целыми городами и самыми разнообразными сферами деятельности, а их разборки превращались в полномасштабные войны с десятками жертв. Сейчас от многих из этих банд остались лишь воспоминания. Большинство братков убиты в междоусобных стычках или получили крупные, а то и пожизненные сроки. Кое-кто из них смог избежать печальной участи, кто-то скрылся за границей с кровавыми капиталами, а кто-то стал уважаемым членом общества. Преступная Россия рассказывает о 10 самых могущественных и жестоких преступных группировках постсоветской эпохи. Волговская ОПК Волговская преступная группировка была создана двумя уроженцами города Тольятти, сотрудниками гостиницы Волга Александром Мысловым и Владимиром Карапетином. Основная деятельность банды была связана с продажей краденых деталей с местного автозавода ВАЗ. Постепенно ее влияние и доходы росли. В период расцвета банды, когда под контролем группировки оказались половина отгрузки автомобилей предприятий и десятки дилерских компаний, Волговские зарабатывали свыше 400 миллионов долларов в год. В 1992 году, вскоре после освобождения, был расстрелян глава банды Александр Маслов. Убийство криминального лидера произошло в ходе войны между Волговскими и группировкой Владимира Вдовина, напарника. После смерти Маслова ОПК возглавил его ближайший сподвижник, Дмитрий Рузляев, Дима Большой, в связи с чем банду стали называть Рузляевской. Вскоре Рузляевские заключили союз с местными группировками Минус-Купеевской, Макровской, Сиротенковской, Чеченской. Как выяснилось при задержании Димы Большого в 1997 году, он тесно общался с некоторыми влиятельными силовиками, что в определенной степени подтверждало слухи о том, что Волговских поддерживает местная милиция для создания противовеса ОПК напарника. 24 апреля 1998 года Дмитрий Рузляев вместе с водителем и двумя телохранителями был расстрелян из четырех автоматов в собственном автомобиле. Диму Большого похоронили на знаменитой аллее героев Тольятти вместе с другими местными братками. Уже к началу 2000-х группировка была фактически ликвидирована, большинство лидеров и киллеров банды были либо убиты, либо осуждены на большие сроки. Последняя глава Волговских Виктор Пчелин был пойман в 2007 году после того как 10 лет находился в бегах. В марте 2016 года сообщалось, что один из ранее пойманных активных членов банды Минус Владимир Воробей Минус был найден мертвым в больнице исправительной колонии номер 9 с признаками суицида. Воробей, находившийся в розыске с 1997 года, был задержан лишь в январе 2016 года в Санкт-Петербурге, где проживал под именем Вадима Гусева. Слановская ОПК Зачастую партнерами Волговских в их борьбе за влияние выступали члены Слановской ОПК «Слоны». Группировка возникла в Рязани в 1991 году, ее организаторами были бывший водитель-заместитель рязанского городского прокурора Николай Иванович Максимов «Макс» и таксист Вячеслав Евгеньевич Ермолов «Слон» Минус именно благодаря последнему банду обрела свое название. Первый капитал преступники сколотили, крышуя местных наперсточников. Вскоре группировка освоила более масштабные бизнесы, махинации с продажей автомобилей и рэкет, затем Сланы перешли на захват целых предприятий. В короткие сроки под контролем ОПК оказался фактически весь город. Однако в 1993 году у Сланов произошел конфликт с другой действовавшей в городе бандой Минус Айропетовскими, в честь лидера, Виктора Айропетова, Витя Рязанского. Во время стрелки между главами группировок, Ермоловым и Айропетовым, произошла драка, в ходе которой Слон был жестоко избит. Это положило начало масштабной войне банд. В ответ Слоны расстреляли клуб завода Рясельмаш, где отдыхали Айропетовские. Сам Витя Рязанский чудом спасся. Он успел спрятаться за колонной. Вскоре удар нанес Айропетов Минус Макс был расстрелян в подъезде собственного дома. Слоны добрались до Рязанского лишь в 1995 году. Он был похищен на глазах у собственной охраны. Его тело нашли лишь через месяц в лесу около шоссе. Уже в 1996 году Слановская ООБГ была фактически ликвидирована. Самые влиятельные члены банды были осуждены в 2000 году, получив разные сроки лишения свободы, максимальный – 15 лет. При этом главе группировки, Вячеславу Ермолову, удалось скрыться. По некоторым данным, сейчас он проживает в Европе. Щелковская ООБГ. ООБГ базировалась в подмосковном районе Щелково с середины 1990-х до начала 2000-х. В состав ООБГ вошли жители местного поселка Биокомбинат. Щелковские получили известность из-за целого ряда совершенных ими убийств. По мнению следователей, на их счету как минимум 60 смертей предпринимателей, гангстеров и собственных подельников. Основателем группировки стал преступный авторитет Александр Матусов, известный по кличке Басмач. До того как создать собственную банду, он входил в Измайловскую ООБГ. Басмач создал группировку, которая держала в страхе весь поселок, от милиционеров до чиновников. Щелковские были известны в криминальном мире особой жестокостью. Люди Басмача предпочитали не вести переговоры, а просто устранять конкурентов. Вскоре ООБГ начала работать по просьбам заказчиков на территории всей России, убивать или брать заложников, которых жестоко пытали, требуя заплатить деньги. Как отмечали следователи, большинство жертв, независимо от того, заплатили они выкуп или нет, были убиты и закопаны на территории Щелковского района. Кровавые преступления Щелковцев стали известны правоохранительным органом только в ходе расследования дела Дружественной им Кингисепской группировки. В 2009 году в отношении членов Щелковской ООБГ было заведено уголовное дело, а сбежавший лидер банды Басмач объявлен федеральный розыск. Однако в 2014 году он был задержан в Таиланде и экстрадирован в Россию. Сейчас для него отбирают присяжных, чтобы судить. Малышевская ООБГ. Малышевская ООБГ – одна из самых влиятельных банд Санкт-Петербурга, действовавшей с конца 1980-х до середины 1990-х годов. Ее организатор – бывший борец Александр Малышев. Он начал свою криминальную карьеру, работая наперсточником под крышей Тамбовской ООБГ. Однако уже в конце 80-х Малышев сумел собрать под своим началом банду. В 1989 году произошло первое столкновение Тамбовских и Малышевских с применением огнестрельного оружия, после чего группировки стали врагами. После стычки с Тамбовскими Малышев и другой влиятельный член банды Минус Геннадий Петров Минус были арестованы по подозрению в бандитизме, однако вскоре отпущены. Сразу после освобождения братки поспешили скрыться за границей. Малышев убежал в Швецию, а Петров Минус в Испанию. После закрытия дела лидеры ООБГ вернулись в Петербург, где продолжили свою деятельность, влияние малышевских рослов вплоть до середины 90-х годов, когда их потеснили более могущественные Тамбовские. После убийства конкурентами большинство членов банды Малышев и Петров снова скрылись за границей. Однако предприимчивые братки не опустили руки и продолжили развивать свою преступную сеть уже в Европе. Малышев получил гражданство Эстонии, затем жил в Германии, а оттуда переехал в Испанию, куда затем перебрался и Петров. Как установили поздние испанские полицейские, малышевские начали активно создавать сложную систему отмывания нелегально нажитых денег, вложенных в недвижимость. В последствии именно Петров станет одним из главных фигурантов громкого дела русской мафии в Испании, в котором кроме него упоминается ряд видных бизнесменов и политиков РФ. В 2008 году произошел массовый арест российских мафиазий, были задержаны более 20 членов банды. При этом расследование проходило очень странным образом. Петров вскоре был отпущен в родной Петербург под предлогом восстановления здоровья. Поехать обратно в Испанию он по какой-то причине не решился. А вот Малышев просидел в испанской тюрьме вплоть до 2015 года, после чего также вернулся в Петербург. По его словам, он вышел на пенсию и решил жить спокойной жизнью, никак не связанной с криминалом. Тамбовская ОПК Эта организованная группировка считалась одним из самых мощных преступных формирований, действовавших в Санкт-Петербурге в 90-х минус начале 2000-х годов. Тамбовская ОПК названа в честь родины ее отцов-основателей, Владимир Барсуков, до 1996 года, Кумарин, и Валерий Ледовских являются враженцами Тамбовской области. Познакомившись в Питере, они решили организовать банду, куда набирали земляков и бывших спортсменов. Как и многие ОПК, Тамбовские начинали с охраны наперсточников, затем перешли на рэкет. В 1990 году Кумарин, Ледовских и многие члены их банды получили сроки за вымогательство. Выйдя на свободу, Тамбовские снова вернулись к преступной деятельности. В это время начинается рассвет Тамбовской ОПК, которая стремительно увеличивается и налаживает связи с политиками и бизнесменами. В 1993 году Тамбовцы начали принимать участие в кровавых разборках. По некоторым данным, банда часто привлекала к решению своих вопросов выходцев из Чечни. Участники Тамбовской ОПК вели деятельность в самых разных сферах, от экспорта древесины и импорта арктехники до игорного бизнеса и проституции. С середины 1990-х они начали отмывать заработанный преступным путем капитал, сворачивая криминальную деятельность. Они создали ряд ЧОПов, монополизировали весь топливно-энергетический бизнес Санкт-Петербурга. К тому времени за Барсуковым закрепилась кличка «Ночной губернатор Петербурга» минус настолько мощным влиянием он обладал. Однако в 2000-х у группировки начались проблемы, последовал ряд громких арестов. Барсуков был приговорен к 23-му годам колонии строгого режима за покушение на убийство предпринимателя Сергея Васильева. В перспективе у Владимира Барсукова еще два процесса минус по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, где организатор преступления минус депутат Михаил Глушенко назвал его заказчиком, и об организации убийства двух соратников Григория Познякова и Яна Гуревского в 2000 году. Измайловская ОПК возникла в Москве в середине 1980-х годов. Выросла из столичных молодежных банд, исторически противостоящих люберам. Ее лидером стал переехавший в Москву из Казани авторитет Олег Иванов. Позже в руководство группировки вошли Виктор Неструев, мальчик, Антон Малевский, Антон Измайловский, Сергей Трофимов, Трофим, и Александр Афанасьев, Афоня, вор в законе Сергей Аксенов, Аксин. В состав банды входило порядка 200 человек, по другим данным от 300 до 500. При этом Измайловская объединяла под своим крылом еще несколько группировок, в частности Голияновскую и Перовскую. Поэтому ОПК часто называют Измайловско-Голияновской. Она действовала в Восточном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Центральном административном округах, а также в Люберецком и Балашихинском районах Московской области. При этом банды враждовала с представителями чеченских группировок. Изначально Измайловские занимались, как и многие им подобные, грабежами, разбоями и крышеванием мелкого бизнеса. Впоследствии, не без помощи примкнувших КОПК бывших сотрудников органов безопасности, открывали ЧОПы, под прикрытием которых банда могла уже вполне законно приобретать огнестрельное оружие и в целом легализовать свою деятельность. Плюс к этому минус связь с правоохранителями давала возможность получать инсайдерскую информацию из-за взятки и избегать наказаний. Один из активных членов банды минус Антон Малевский в преступном мире Москвы считался наибольшим беспредельщиком, не признающим авторитетов. По некоторым оперативным данным, именно он виновен в убийстве вора в законе Валерия Длугача, Глобуса, и его сподвижника Вячеслава Бонера, Бабонна. Деньги, добытые преступным путем, группировка отмывала с помощью казино и крупных чиновников, которые помогали бандитам осуществлять денежные операции за определенный процент. Кроме того, финансовые водились за границу, где вкладывались в недвижимость. Также измайловскими был создан ряд предприятий по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Помимо этого, братки активно участвовали в коммерческих войнах за право владения крупнейшими российскими металлургическими предприятиями. В середине 90-х конкуренты с одной стороны и правоохранители, с другой начали громить группировку. В 1994 году во время преследования милиции получил тяжелые ранения Александр Афанасив, Афоне. В следующем году во время покушения были убиты казначей банды Люджи Кай, Миша Китаец, и Федор Карашов, Грек. Буквально через месяц во время разборок погибли еще два члена банды. Кроме того, сотрудники МУРа задержали Виктора Неструева, мальчика, и Сергея Королева, Марикела. Антон Малевский, Антон Измайловский, сначала эмигрировал в Израиль, а в 2001-м погиб в ЮАР во время прыжка с парашютом. Наконец, в 2012-м был осужден еще один бывший член банды Минус Константин Маслов, Маслек, обвиняемый в убийстве чеченского бизнесмена. Уралмаш. Организованное преступное сообщество возникло в городе Свердловске, ныне, Екатеринбург, в 1989 году. Первоначально рабочей территорией группировки считался Арджоникидзевский район города, в котором и был расположен завод-гигант Уралмаш. Основателями считаются братья Григорий и Константин Цыгановы, в ближайшие окружения которых входили Сергей Терентьев, Александр Хабаров, Сергей Курдюмов, бригадир киллеров Уралмаша, Сергей Воробьев, Александр Круг, Андрей Панпурин и Игорь Маевский. В лучшие годы ОПС включала в себя порядка 15 банд общей численностью около 500 человек. В первой половине 90-х Уралмашевские слыли приверженцами жестких силовых методов, вплоть до заказных убийств, которых впоследствии насчитали порядка 30. Уже очень скоро Уралмашевские вступили в противостояние с представителями другой банды минус-центровыми. Результатом стало убийство в 1991 году Григория Цыганова, его место занимает его младший брат Константин. В ответ на это в 1992 году был ликвидирован лидер центровых Олег Вагин. Его вместе с тремя телохранителями расстреляли из автомата в центре города. В 1993-м минус начале 1994 года убито еще несколько лидеров и авторитетов конкурирующей группировки Н. Широков, М. Кучин, О. Делгушин и Д.Р. Далее Уралмаш стал мощнейшей преступной группировкой Екатеринбурга. Ею руководил Александр Хабаров. Во второй половине 90-х группировка набирает огромный вес и начинает влиять на политическую жизнь региона. К примеру, в 1995 году Уралмаш помогал на выборах губернатора области Эдуарду Расселю. Год спустя, во время президентских выборов, Александр Хабаров организовал движение рабочих в поддержку Бориса Ельцина. В 1999 году он официально регистрирует ОПСУ Ралмаш, расшифровывается как общественно-политический союз. В ноябре 2000 года и непосредственной поддержки ОПСУ лично Хабарова избран глава Красноуфимска. В 2001 году депутатом Екатеринбургской городской думы становится Александр Куковякин, а в 2002 году и сам Хабаров. Все это помогало банде получить контроль над криминальными секторами экономики и, создав сеть коммерческих предприятий, от 150 до 600, постепенно легализовать свою деятельность. В декабре 2004 года по обвинению в принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения, статья 179 УК РФ, был арестован Александр Хабаров. Через год лидер Уралмашевских был найден повешенным в СИЗО. С тех пор уралмашевцы сильно утратили свое влияние, активные члены группировки по большей части стали бизнесменами или сбежали за границу. Один из лидеров Минус Александр Круп Минус был найден мертвым в 2000 году на даче другого члена банда Минус Андрея Панпурина в пригороде Софии, Болгария. Александр Куковякин в 2015 году был экстрадирован в Россию из ОАЭ и предстал перед судом по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве и невыплате зарплаты. Подольская ОПК Одной из самых могущественных ОПК России 1990-х годов была банда под названием Подольская. Ее основателем и бессменным руководителем является предприниматель из Подольска, почетный житель этого города Сергей Лалакин по кличке Лучок. Лалакин не был суден, однако сообщалось, что он два раза становился участником хулиганских потасовок. Впрочем, дело до судов не дошли. Окончив ПТУ, Лалакин отслужил, а уже после срочки в конце 1980-х годов встал на преступный путь. По информации открытых источников, он вместе с приятелями занимался рэкетом, игрой в наперстки и махинациями с валютой. Но все это были цветочки, которые в будущем сделали из Лалакина криминального Ася, способного подкупить целое следственное управление. В истории Подольской банды было немало внутренних разборок из-за борьбы за власть, однако всех пережил именно Лучок. Все претенденты на роль главы ОПК со временем отошли в сторону. Под руководством Лучка группировка взяла под свой контроль кроме, собственно, Подольско-Чеховский и Серпуховской районы Московской области и большинство находящихся на этой территории коммерческих организаций, в том числе банков, нефтяных компаний и даже продюсерских фирм. К середине 1990-х годов банда стала одной из самых организованных и богатых преступных группировок Москвы и Массобласти. По некоторым утверждениям, Лучок на определенном этапе превзошел самого Сильвестра, а его мнение учитывали многие крупные фигуры, такие, как вор в законе Япончик и Атарк Вантришвили. Вплоть до середины 90-х Подольские в кровавых боях отвоевывали себе место под солнцем. В ходе криминальных разборок были убиты несколько десятков главарей ОПК, среди которых минус Сергей Федяев по кличке Псих, авторитет Александр Романов, он же Роман и Николай Соболев по кличке Соболь, руководитель Щербинской бригады, подразделение Подольской группировки, Валентин Ребров, авторитет Владимир Губкин, Геннадий Звездин, Пушка, Волгоградский авторитет Михаил Сологубов, Сологуб, и многие другие. Примечательно, что у некоторых из этих преступлений были свидетели, которые указывали на Лалакина, однако ни в одном из этих дел он в качестве обвиняемого не фигурировал. Впрочем, 10 октября 1995 года Лалакин был задержан главной военной прокуратурой России, ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Однако через некоторое время это дело сошло на нет. К середине 1990-х годов криминогенная обстановка в Подольске и его окрестностях стабилизировалась. Это было время перевоплощений, когда обраткам пришлось вылезать из неактуальных спортивок и облачаться во что-то более презентабельное. Тогда Лучок впервые заявил о себе как об успешном предпринимателе, стало известно, что он вошел в совет директоров и аду компании и стал теневым учредителем фирм «Союз Контракт Анис», контролировал центральный международный туркомплекс, фирму «Уорк Ады Метрополь». На сегодняшний день, судя по данным картотеки, Сергей Лалакин, его сын Максим, а также их компаньоны являются владельцами множества различных компаний, охватывающих почти весь спектр рынка минус от продовольствия кафе до нефтепродуктов, строительства и биржевых операций. Солнцевская преступная группировка возникла в конце 1980-х годов. Название одной из самых масштабных ОПК, действовавших на территории СНГ, связано с муниципальным округом столицы Солнцево. Именно здесь объединились лица с уголовным прошлым Сергей Михайлов, Михась, Хачидзе Джимал, воровской куратор банды, Александр Федулов, Федул, Арамат Айян, барон, Виктор Аверин, Авера-старший, его младший брат Александр Аверин, Саша Авера, он же Авера-младший. Постепенно члены ОПК оккупировали весь юго-запад столицы. Под их контроль попали другие, более мелкие криминальные структуры минус Ясеневские, Чертановские, Черемушкинские. От примитивного рэкета Солнцевская банда перешла в сферу экономики, взяв за основу модель американских мафиозных кланов. В основном Солнцевские занимались контрабандой, транзитом наркотиков. Для этого они наладили связи в Америке, организации проституции, похищением и убийством людей, вымогательством и продажей оружия. Среди экономических махинаций Солнцевских минус липовые сделки, которые заключала группировка с подрядчиками РЖД с помощью дружественных банков «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Мостбанк», «Анталбанк», «Русский земельный банк», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Интеркапиталбанк» У всех в настоящее время отозваны лицензии, минус примечания редукторов, и проспект. Деньги Солнцевской обг были вложены в недвижимость, крупные предприятия, банки, гостиницы, всего около 30 заведений. В число подконтрольных обг тогда вошли гостиницы «Ради Солнцлавянская», «Космос», «Центральный дом туриста», «Торговые ряды и палатки», «Солнцевский авторынок» и все вещевые рынки УЗАЭ, включая «Лужники», «Даниловский», «Киевский ДР». Главарь Солнцевских Михас сейчас активно занимается бизнесом и благотворительностью. Он был в числе первых, кто воспользовался так называемым «законом о забвении», стремясь скрыть свое криминальное прошлое. Одна из самых влиятельных, если не самая влиятельная, преступная группировка 90-х годов возникла в 1986 году на юге Москвы. Она состояла из молодых людей 18-25 лет, увлекавшихся спортом и проживавших в районе Орехова-Борисова. Основателем банды стал легендарный Сергей Тимофеев, названный Сильвестром за любовь к культуризму и внешнее сходство с известным актером. Свою криминальную карьеру Сильвестр начал, как и многие другие в то время, с крошевания наперсточников и вымогательства. Постепенно Тимофеев объединил под своим руководством множество различных группировок, включая такие крупные, как Медведковская и Курганская, членом которой был знаменитый киллер Александр Солоник, а его коммерческие интересы стали охватывать самые прибыльные сферы. В период расцвета Ореховские контролировали порядка 30 банков центрального региона, а также управляли многомиллионными бизнесами, торговлей алмазами, золотом, недвижимостью, нефтью. Жесткие методы Ореховских не прошли даром. 13 сентября 1994 года автомобиль Сильвестр Мерчадес Бенз 600 Сеч был взорван с помощью дистанционного устройства. После смерти такого сильного лидера развернулась кровавая борьба за его место. В итоге в 1997 году, опираясь на поддержку двух других влиятельных членов банды, братьев Полевых, власть взял Один из бригадиров ОПК Сергей Бутарин, ОСА. По его приказу был убит известный киллер Александр Солоник, отдыхавший на своей вилле в Греции. Исполнителем выступил не менее легендарный убийца Александр Пустовалов, Саша Солдат. Он, как и другой известный киллер 90-х минус Алексей Шерстобитов, Леша Солдат, был членом Ореховской ОПК. Алексей Шерстобитов Александр Пустовалов родился в бедной московской семье. После службы в морской пехоте пытался устроиться в милицейский спецназ, однако получил отказ из-за отсутствия высшего образования. После драки в баре был принят в бойцы Ореховских. В суде над Сашей Солдатом была доказана его причастность к 18 убийствам, хотя, по данным следствия, их было не менее 35. Жертвами киллера стали Александр Биджамо, отец Георгия Биджамова и Ларисы Маркус, основатели Внешпромбанка, лидер греческой группировки Киульбиков, адвокат Курганской ОПК Баранов, глава Коптевской ОПК Наумов и Александр Солоник. Саша Солдат был пойман в 1999 году, следствие по его делу длилось 5 лет. На суде киллер полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Окончательный срок для него составил 23 года лишения свободы. Однако со временем открываются все новые подробности деятельности Пустовалова. Летом 2016 года была обнаружена причастность Саши Солдата к еще шести убийствам. Алексей Шерстобитов, потомственный военный, во время учебы задержал опасного преступника, за что был награжден орденом. На его счету 12 доказанных убийств и покушений. В банду попал после знакомства с влиятельными членами Ореховской ОПК Мину с Григорием Гусятинским, Гриней, и Сергеем Ананевским, культиком. От руки Леши Солдата погибли известные в криминальных кругах предприниматели от Аркван Трешвили, Григорий Гусятинский, который привел Шерстобитова в банду, хозяин клуба Делс и Осип Глотцер. По словам самого киллера, он держал на прицеле даже олигарха Бориса Березовского, однако в последний момент заказ был отменен по телефону. Долгое время следователи не верили в существование Леши Солдата, считая его неким собирательным образом целой банды убийц. Шерстобитов был очень осторожен, никогда не общался с рядовыми членами банд, никогда не оставлял отпечатков. Выходя на дело, киллер мастерски маскировался. В итоге солдат был пойман лишь в 2005 году, когда явился в Баткинскую больницу, чтобы навестить своего отца. До этого отдельная группа следователей разрабатывала Шерстобитова в течение нескольких лет. По совокупности преступлений киллер, признавший свою вину и согласившийся на сотрудничество со следствием, получил 23 года лишения свободы. В тюрьме Леша Солдат занимается написанием автобиографических книг. Крах Ореховских начался с убийства следователя Юрия Керезя, первого в России возбудившего дело по статье 210 УК РФ, Организация преступного сообщества. Керезь был первым силовиком, у которого получилось выйти на след Ореховской банды. По некоторой информации, лидер Ореховских Дмитрий Белкин попытался замять дело с помощью взятки 1 миллион долларов, однако следователь отказался. Тем самым он подписал себе смертный приговор. Сотрудники МВД не простили убийство своего коллеги и бросили все силы на борьбу с ОПК. За последующие 13 лет правоохранительным органам России и других стран удалось практически обезглавить Ореховскую группировку. Были арестованы Александр Пустовалов, Сергей Бутарин, Андрей Олег Полевы и другие. Дмитрий Белкин являлся последним крупным Ореховским авторитетом, который оставался на свободе и числился в международном розыске более 10 лет. В октябре 2014 года Белкин и киллер Ореховских Олег Пронин по прозвищу Аль Капони были признаны виновными в убийствах и покушениях. Белкину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Олег Пронин осужден на 24-го года колонии строгого режима. Ранее за участие в банде и совершении в ее составе особо тяжких преступлений Олег Пронин уже был приговорен судом к лишению свободы и срокам на 17 лет. Кроме того, Ореховские стоят за неоднократными покушениями на депутата Одинцовского муниципального собрания Сергея Журобу. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.